Когда все вместе и душа на месте, так говорит Любовь Николаевна Тремасова о семейных чаепитиях с людьми, которые стали для нее ближе, чем родные. Из всех родственников у нее осталась только племянница, которая живет на другом конце Самары. Видятся они редко, вот и решила Любовь Николаевна переехать жить в приемную семью, чтобы не коротать время в одиночестве. Когда одна, особенно последняя сестра, когда у меня ушла, мне очень было плохо. Мы уже в таком возрасте. И оставаться одной, это очень страшно, конечно, очень грустно. Поэтому я очень довольна, что они меня приняли в свою семью и что общаемся. Приютила пожилую женщину давняя подруга. С Еленой Ивановной они знакомы уже много лет. А когда у молодой тогда еще женщины заболела и увырла мама, Любовь Николаевна оказала ей дружескую поддержку. Став приемной бабушкой, тоже не сидит на месте. Помогает воспитывать внуков. Со старшим внуком она мне очень помогла, потому что ему уже 20 лет. И я не могла еще тогда, работала. А она и полностью его воспитывала, можно сказать, со школы в школу, уроки. Потому что дети-то истоподавно работали, мои и я. Самарская область одна из первых в России стала создавать приемные семьи для пожилых людей. Сейчас этот опыт используется в реализации национального проекта «Демография». Когда твои руки и душевное тепло востребованы, долголетие действительно становится активным, а страх одиночества и бессилия отступает. В 2020 году 173 человека серебряного возраста обрели приемные семьи. А всего за 10 лет к новым детям и внукам переехали 700 человек. Человеческий фактор, конечно, в приемной семье имеет огромное значение. То есть, если... поэтому она и называется семья. Потому что отношения внутри не деловые, не финансовые, там, не меркантильный интерес, а именно семейные отношения. То есть, объединяются люди, которые могут сосуществовать, приносить друг другу радость, например, облегчение в повседневной жизни. Приемным семьям выплачивают небольшую зарплату – порядка 4 тысяч рублей. Лучшая награда для опекунов – то, что у их детей появляются бабушки и дедушки, которые есть далеко не во всех семьях. Олег Зверев, Константин Главин. События.